всем еще раз привет теперь уже официально начинаем доклад пожалуйста на наш канал подписывайтесь qr-код ведет на канал нашего сообщества пози дэв как вы уже поняли наверное из моего разговора перед этим тут можно получить каждый год бесплатный билет на пхдс как минимум ради этого можно туда зайти но еще у нас есть веселые мемчики всякие интересные обсуждения о чем мы сегодня будем говорить и я чуть-чуть попозже расскажу прям подробнее позвольте сначала представлюсь сам и представлю моего коллегу который мне сегодня будет помогать вести доклад меня зовут владимир кочетков я руковожу направлениями экспертизы безопасности приложений и направлением разработки модуля анализа для статического анализатора 5 application inspector иными словами если вы когда-нибудь от нас разбирали там полторы тысячи фолзов меня можно за это ругать это я спасибо вот и мой коллега собственно тот кто руководит одну из групп разработки анализаторов кода сергей подкорытов помаши руками да поприветствуем сергея спасибо у него будет вторая часть презентации собственно посвященная уже демонстрации того результата о котором мы хотим рассказать а я так сказать сделаю вводную и объясню общую задачу мы решали каким образом да если вы хотите с нами работать вдруг вам заинтересует эта тема вообще все что мы будем рассказывать технологии не знаю может компания даже понравится очень хорошая по qr-коду мой почтовый адрес корпоративный давайте там без хаткантеров просто на меня лично выходите у нас есть несколько открыто вакансий и разработчиков и экспертов готовы вопросы стажировки рассмотреть для молодых специалистов в общем если если есть желание пишите будем обсуждать с вами ну собственно говоря а в чем собственно проблема о чем сегодня доклад пойдет почему язык запросов к исходному коду мы считаем что в принципе не нужен сделаю сразу оговорку он не нужен нам как разработчикам стат анализатор смотрите на самом деле 5 application inspector существует в релизе с 2013 года и почти с момента его релиза с лета 2013 года у него уже всегда был dsl для того чтобы делать какие-либо запросы к коду о нем большинство пользователей никогда не знали этот dsl всегда там периодически менялся но он уже 10 лет как у нас на самом деле существовал в той или ином виде и первый dsl который у нас был он выглядел так это по сути чуть-чуть улучшенные регулярные выражения где можно было задать регулярку и вот желтой подсветкой отмечено сказать какому типу узла а ст должна была относиться это совпадение по регулярке соответственно таким образом можно было например ну вот этот шаблон он матчат все присвоения переменным пасворд или pvd строковым литералом то есть это хардкодовый пасворд если вы видели когда-нибудь у нас в результатах анализа такой есть проблема выкинуть такой хардкодовый пасворд вот этот шаблон для него так выглядел повторю это это был самый первый язык его сейчас уже нет и вообще как он появился это отдельная история завтра на вечеринке если напомнить я расскажу очень чудесное как решение за один вечер написано и потом два года в релизе прожил вот чуть позже в пятнадцатом году мы заменили этот язык на в общем то тоже ну в чем-то похоже на регулярные выражения язык но уже который матчил по честному а ст всех языков которые поддерживались по универсальному синтаксическому дереву примерно тот же самый шаблон выглядел таким образом все то же самое то есть при сводении идентификатором пассворд или pvd какого-либо строкового литерала и этот язык несмотря на то что он с пятнадцатого года есть у нас в релиз вошел только в этом году потому что мы его в таком виде не были готовы показывать пользователям но потом когда пришлось от яра отказаться движка чтобы на замену яра что-то дать пользователям вынули наружу этот dsl а все эти годы до этого он был просто в модуле поддерживался в интерфейсе его нигде не было а разумеется как только мы начали плотно работать с пользователями нам начали сыпаться требования различные то есть сделайте то то сделайте тут и вот в отношении языков запросов наверно самым первым запросам который к нам пришел дайте нам возможность расширять тейнт модель анализатора что это такое ну что такой тейнт модель да есть точки входа по данным есть точки выхода потенциально опасные функции они же есть фильтрующие функции соответственно тейнт модель подразумевает анализ кода на предмет того может ли из точки входа данные попасть в точку выхода минуя фильтрующие функции в зависимости от фреймворка который используется даже в рамках какого-то одного конкретного языка разные функции могут быть точками входа разные поля объектов разные функции точками выхода фильтрующие функции в каждом фреймворки свои, соответственно, пользователи хотели, не дожидаясь нас, не дожидаясь новых релизов, наполнять эту базу знаний самостоятельно для используемых ими фреймворков. Соответственно, был разработан язык SAST-V1, так называемый, который у нас использовался, он был в продукте, его использовали пользователи некоторые, выглядел очень примитивно, это был обычный JSON, где можно было просто сказать, что есть такая функция UserPrint, если с таким именем функция будет найдена, то это будет считаться потенциально опасной операцией для узимости cross-site scripting. Можно было задать фильтрующие функции, которые от нее спасают, более подробно расписать, а что за узимость, какой там класс риска и так далее. Ну, такой очень простенький язык, у него был один большой недостаток, любая функция UserPrint, независимо от того, откуда она появилась, срабатывание было, что это cross-site scripting. Но, тем не менее, даже в таком виде пользователи это уже использовали, им нравилось. Прилетело новое требование, давайте попробуем синтаксические и семантические DSL объединить. Вот это семантический DSL, потому что здесь мы про семантику говорим, мы ничего про синтаксис не указываем. А вот это то, что было до этого, это DSL синтаксический, мы говорим, как это должно в тексте выглядеть, а не какое значение должно иметь. Соответственно, появилась идея объединить эти две сущности, и так родился язык в SAST-запросы V2. И сейчас он до сих пор в релизе, и все ядра, которые у нас в модуле анализа, которые были до этого года выпущены, это C-Sharp, Java и BPHP, они поддерживают этот язык. Он, в принципе, похож на предыдущий, только здесь уже, как мы можем видеть, можно задавать какие-то шаблоны синтаксические, по которым дальше уже будет строиться семантика тейнт-анализа. В принципе, язык вот ту задачу позволял решать расширение тейнт-модели, но как бы это не все, что хотели даже мы сами получить от такого языка, поэтому требования уже начали у нас даже внутренние появляться. Например, у нас далеко не тейнт-модель на самом деле в анализаторе, у нас честный интерпретатор абсолютно, только работающий с определенного вида моделью памяти. Про это немножко на следующем докладе вам другой мой коллега расскажет, Георгий. Для того, чтобы эта модель нормально работала, достаточно часто нам нужно описывать, описывая новый фреймворк какой-то, который мы хотим поддержать, ну, по части тех же опасных функций, нужно описывать связи между объектами в этом фреймворке. Очень хочется для каждого фреймворка иметь возможность наиболее тяжелые функции переопределять заглушками, чтобы мы не проваливались в их анализ и зависимости не анализировали, а вместо этого сразу подставляли какой-то summary и дальше продолжали интерпретацию, уже не провалившись в эту функцию, потому что нет смысла там jQuery постоянно анализировать на каждом вызове. В глубину я имею в виду, то есть проваливаться там в тот же jQuery или какой-нибудь там Express.js на бэкэнде. Этот язык, который у нас был, он в принципе не позволял такое сделать, то есть описать какие-то связи между объектами. Он не для этого даже проектировался. И в итоге у нас параллельно пошла работа над версией третьей языка SaaS-запроса. И по мере работы на дни появилось требование, этот язык должен быть для всех языков программирования один. Это понятно было бы странно, да? Если бы мы писали запросы для Java на одном языке, для PHP на другом, для Python на третьем. Мы хотели сделать универсальный язык, который бы позволил покрыть семантику всех языков. И там вылезло огромное количество проблем, связанных с тем, что, во-первых, семантика языков отличается очень сильно. Во-вторых, динамика статика по системам типизации и тем более без типовые языки типа JavaScript, они тоже достаточно сильно отличаются. И в итоге мы на вот этом этапе споткнулись и даже завершить этот язык не смогли. Чтобы вы понимали, вот во всем этом коде описывается ровно одна точка входа. То есть точка входа данных, ну там условно то, что дальше считается как распространение тейнта по графу потока данных. Ну это просто лютый ужас, потому что это было, во-первых, нечитаемо, очень тяжело писать. И это уже не позволяло нам сделать ее реализацию, потому что натянуть это на все языки, которые мы хотели поддержать, просто оказалось невозможным. Мы этот язык от него отказались. В итоге развивать дальше не стали. И самое главное требование, а почему, собственно, только тейнт-модель? Например, мы хотим бизнес-логику ловить, какие-то ошибки в бизнес-логике, а у каждой бизнес-логики, у нее своя формальная модель, собственно, ее нужно как-то уметь описывать. Мы не можем сделать универсальную модель всей бизнес-логики для любых приложений, потому что она у всех разная. Если мы хотим ловить ошибки параллелизма, там тейнт-модель вообще ничем не поможет, потому что тейнт-модель – это модель данных, потока данных, а в параллелизме может не быть потока данных, но быть проблемы параллелизма. Соответственно, стало понятно, что вот это все вообще в принципе нам не дает правильное направление для того, чтобы сделать анализатор удобным, расширяемым. И, соответственно, здесь мы уже пришли к тому, что давайте мы больше не будем плодить языки САС-запросов. У нас даже мемом локальным в отделе стало, что какая-то сложная задача, сразу шутят, что это будет САС-В5 у нас, то есть загнется этот проект, его просто потом выбрать. Мы решили не плодить дальше эти языки и, собственно, подошли к задачи чуть-чуть с другого края. Прежде чем я расскажу, как мы к этому краю подошли, давайте сразу отвечу на вопрос, который наверняка зададут, зачем мы изобретаем велосипед. Есть код QL, есть 7GREP. Почему бы нам не взять просто за основу их модель, ну да, хорошо, там язык придется какой-то свой сделать, чтобы лицензии не нарушить, ничьи. Но это возможно и, в принципе, бы всю проблему решило. Перед тем, как я сейчас расскажу, отвечу на этот вопрос, я хочу сразу сказать. 7GREP, код QL – отличный инструментарист. Я на полном серьезе сейчас говорю. Я считаю, что любой девсекоп-специалист должен в совершенстве этим инструментом владеть и одним, и другим. Они не взаимозаменяют друг друга, скажем так, во многих вещах. Все хорошо, но, блин. Есть замечательная статья, сравнение код QL и 7GREP-а возможностей. Поскольку она есть, я рекомендую почитать. Довольно толковое сравнение. Оно все строится на том, что оба этих инструмента прогнали на одном и том же проекте УАСП-бенчмарк. Это проект УАСП для того, чтобы сравнивать стат-анализаторы между собой. И, собственно, дальше по этой таблице идет рассуждение, что лучше, и приходит автор к выводу, что лучше 7GREP. Но это спорное заявление. Не для этого я здесь это показал. Смотрите, здесь на этих таблицах, на этих таблицах, если посмотреть внимательно на результаты их обоих, будет видна одна очень интересная закономерность. Смотрите, command injection. И там, и там очень маленький процент. 10% – это плохой результат, очень плохой. Insecure cookie, наоборот, высокий. Build-up injection – низкий. Ну, там тут вообще ноль считать. Там все равно мало. Если мы вот так все сравним, то будет видно, что узимости, которые можно найти по синтаксису, они поддерживают офигенно. А узимости, которые требуют влезать в семантику языка, то есть понимать не просто, как выглядит конструкция кода, а что она делает. Там те же инъекции, какая грамматика у нас, какие фильтрующие функции оно прошло, в какой контекст грамматически у нас попала точка инъекции. Вот как только эти вопросы встают перед стат-анализатором, они оба просто лажают невероятно. Они, ну, фолзят. Я не стал приводить здесь картинку аппликейшн инспектора, чтобы не выглядела реклама, но у нас почти везде меньше 90% нет. Причем этот тест не наш. Это тест у вас. И мы под него специально не затачивались. Но у самого теста также есть одна проблема. Вот кто сейчас может сообразить, вот в чем проблема, почему это не очень показательный тест? Глубина дерева низкая, нет. Вы тестировались? Мы тестировались, но нет, это не недостаток этого проекта. Ладно, я не буду, у нас времени, к сожалению, мало. А вот какой недостаток у него. Он написан на Java. Java хороший язык, опять-таки, дисклеймер, я ни в коем случае не хочу обидеть Java разработчиков. Проблема не в языке. Java статический и строгий язык. Строгая статическая типизация. Его невероятно легко анализировать из-за этого. Потому что большую часть задачи того же кографа построения в этом языке делает компилятор. Он уже сдизайнен так, что вы, написав программу на этом языке, поможете построить кограф, но просто за линейное время. А в динамике это все не так. Вы попробуйте в JavaScript построить кограф в статике. Это практически невозможно. Как только в приложении будет использоваться динамическая загрузка зависимости шаблонов или какая-то диспетчеризация методов динамической. Вы, не проинтерпретировав, код кограф просто не построите. А не построите кограф, вы глубину покрытия кода анализом не обеспечите. Поэтому этот хороший проект, но он написан на Java, и он не показателен для всех языков, он только для статических. Соответственно, у нас есть на самом деле свой набор тестов. Он, конечно, не идет по масштабам ни в какое сравнение с УАСПовским, но там все тесты заточены на проверку поддержки анализаторам именно семантики языка. Есть статья от наших ребят, где описывается, собственно, этот набор тестов. Сейчас в паблике лежит только для PHP реализация. На самом деле, очень скоро будет выложено туда же для C-Sharp, Java, JavaScript, AppScript, а в течение этого года мы доложим еще по Go, Ruby и Python наборы тестов. Соответственно, я прогнал код кейли и симгреб на этих наборах тестов. Я даже не стал это в таблицу сводить. Это, правда, грустно и как-то дискредитация выглядит, но симгреб нашел только одну ошибку, не HTTPS. Вот это он нашел, а вот то, что здесь XSS-ка, он не увидел. Это и так в каждом тесте. Симгреб не прошел ни один. Код QL, наоборот, нашел все даже, то, что не нужно было. То есть он вообще на любые опасные функции, которые могут привести к XSS, невзирая ни на какие допусловия, фильтрующие функции, ограничения эксплуатации, он просто везде выдал фолз-позитивы. То есть у симгреба фолз-негатива, у код QL фолз-позитива. Вместе это полноценный стат-анализатор. Можете использовать, если не лень потом это все разбирать руками. Отвечая на вопрос, почему мы не взяли их модель, а зачем нам нашу модель, которая более мощная, ослаблять? Мы лучше умеем анализировать. Правда, на самом деле так, объективно. То есть вы можете просто взять этот диаметр наш, посмотреть, какой там код, можете руками попробовать его поменять. И посканьте вот ими двумя, и нами. Я даже не привожу здесь результаты, потому что я в них уверен абсолютно. В общем, нет, нам код QL и симгреб вообще никак не подходят, а они очень сильно на свои модели заточены приложения. Соответственно, как мы постарались по-другому подойти к этой проблеме, ну, хочется верить, что это был правильный подход. Мы пока еще не знаем, потому что у нас пока только прототип есть этого решения, который Сергей, собственно, и покажет чуть позже. Но, тем не менее, пока похоже на то, что мы нащупали верный путь. Какую мы цель преследуем изначально? Потому что дать пользователю писать запросы, зачем, кто этот пользователь, какие сценарии, что он хочет описывать. Неправильная формулировка вопроса. Мы на самом деле хотим очень простую вещь. Мы хотим взять и экспертную составляющую нашего продукта вынести наружу. Что такое экспертная составляющая? Это база знаний, по сути. То есть то, с чем работает наша технология, на основе каких данных. Давайте более подробно это рассмотрим. То есть из чего состоит экспертная составляющая, в принципе, любого стат-анализатора. Это модель приложения, в которую он оперирует. Там у Семгрепа прям чистая синтаксическая тейнт-модель. Там синтакси с потоками данных между ним. Что-то типа код-проперти графа они используют. У Семгрепа, прошу прощения, у код-кейля чуть более сложная модель. У нас модель используется поток вычисления. Это наиболее полная модель, которая теоретически может быть достигнута статическим анализатором. Про это несколько докладов у нас было ранее, в прошлых годах. Посмотрите. Но, тем не менее, из нашей модели любую из перечисленных получить уже можно. Она более широкая, чем все остальные. Нам ее даже отчуждать не нужно. Нам нужно дать инструмент, который позволит сузить эту модель, преобразовать ее в какую-либо другую. Вторая составляющая экспертизы анализатора – это модель угроз. Ну, собственно, прошу прощения. Собственно, то, что мы ищем. То есть не по каким-то конкретным ПВФ, функциям, полям объектов и так далее. Это то, что определяет классы уязвимостей. Причем такие суперклассы. Потому что инъекции, будь то хоть XSS, хоть Pastraversal, хоть там, не знаю, LDAP-инъекции, у них модели одна и та же. Грамматики только разные. Соответственно, инъекции – это одна модель угроз. Там есть границы доверия, потоки данных, пересекают, попадают в точки выхода и так далее. Параллелизма – совершенно другая модель. Потому что там суть, проблема – это другая. У криптографии, как Дмитрий Скляров рассказывал, это вообще отдельный мир. Там моделей много и все свои. Управление доступов тоже, 100-500 всяких моделей. Доступа есть, там, лападулы всякие, дискреционные и так далее, мандатные. Бизнес-логика, вообще сколько бизнес-логик, сколько моделей. Потому что они разные у всех. Ну, там можно к формальным подвести к каким-то вещам и по отраслям хотя бы бизнес-логики поописывать, но все равно их много очень. И третья, собственно, составляющая экспертизы – это непосредственно объекты классификации, то есть то, что мы ловим в коде. Как мы привязываем код к модели угроз. Это уже как раз вызовы функций, обращение к полям объектов, связи между объектами и так далее. И выглядит так, что мы все это можем вытащить наружу. Ну, по крайней мере, в нашем анализаторе, исходя из его архитектуры. Наш анализатор работает следующим образом. Это не архитектура, это рабочий процесс. То есть что происходит во время того, когда мы говорим проанализируя код. Берется исходный код. Дальше у нас в зависимости от того, какой язык, мы по-разному работаем с его промежуточным представлением. Какие-то языки используют абстрактное синтаксическое дерево для анализа, какие-то наше универсальное синтаксическое дерево, какие-то компилируются в байт-код и интерпретируются уже в виде байт-кода. Ну, это, собственно, отражает то, что сейчас в текущем релизе происходит. Но в любом случае, любой из этих трех представлений попадает в провайдер языка конкретного, который мы анализируем. И это, по сути, его полноценный интерпретатор, который интерпретирует уже это представление на виртуальной машине под названием GSA, соответственно, с моделью памяти символьной и обращается к такой интересной сущности, ради которой я это все и рассказываю, пэккедж-процессоры. Что это такое? Это такая штука, которая перехватывает некоторые события интерпретации, например, изменение поля объекта или вызовы функции какого-то объекта, и позволяет в этот момент что-то сделать, скажем так. То есть, например, оказать какое-то влияние на модель памяти. Ну вот мы увидели, что в коде есть вызов функции. Мы можем, не проваливаясь в нее, создать пэккедж-процессор, который в модели памяти симулирует вызов этой функции, результат вызова этой функции. Можем вообще отказаться от ее интерпретации, можем в пэккедж-процессоре вернуть какое-то выражение, как результат работы этой функции и так далее. То есть, по большому счету, пэккедж-процессоры – это то, в чем у нас изначально всегда была заложена наша база знаний. Только они собирались вместе с продуктом. И здесь красиво выглядит, что это какая-то сущность, которая только вот так работает. На самом деле, с точки зрения архитектуры, было чуть страшнее это все выглядело. Пэккедж-процессоры много, куда могли достучаться, и потом много чего использовать. Соответственно, возник простой вопрос. А что нам мешает просто взять и вынести реализацию этих пэккедж-процессоров наружу? Позволить пользователям самим писать такие пэккедж-процессоры? По сути, как работают плагины в Burp? В Burp Suite. Если кто работал, знаете, что на Python или на Java можно написать плагин, который получает объект HTTP-запроса, наиболее полную модель HTTP-запроса, как вообще возможно, и делайте с ней что хотите, используя API Burp для каких-то примитивов. Или вообще полностью сами логику пишите. Что нам мешает точно так же сделать? Что мы, собственно говоря, и сделали? И вот та интересная часть с пэккедж-процессорами у нас стала выглядеть так. То есть у нас есть скрипты расширения, которые снаружи анализатора, которые имеют доступ к специальному extension API. И этот extension API дает возможность практически полноценно влиять на процесс интерпретации и анализа. Если вы хотите добавить просто какие-то поддержку нового фреймворка, да, там почти нечего делать сейчас. Как раз Сергей покажет именно этот кейс. Хотите, можете на основе нашей модели попробовать новый класс уязвимости реализовать, анализ и интерпретацию. Хотите, можете там, не знаю, вообще какие-то программерские ошибки поискать, которые не security. Запросто. То есть возможность extension API, ну, практически полное управление виртуальной машиной и моделью памяти. Тут только зависит от того, насколько вы отважны, чтобы разобраться с тем, как это все работает, потому что технологии там достаточно суровые. И подводя итоги, то есть что мы фактически сделали? Мы сделали вместо языка запросов к коду бихотизм плагинов к интерпретатору, который позволяет его неограниченно расширять функциональность. Соответственно, сейчас скрипты эти пишутся на C-Sharp, на C-Sharp scripting API, то есть его не надо собирать вам потом самим, они собираются при запуске, выполняются. Чуть позже добавим поддержку, возможно, F-Sharp, это пока не точно. И очень хотелось бы у Python поддержку добавить, чтобы на Python эти скрипты можно было писать, ибо хакеры больше привыкли все-таки к Python, а не C-Sharp. А это одна из наших целевых аудиторий вот в этой фиче. Вот. Соответственно, из этих скриптов можно изменять поведение интерпретатора. Далее. Из скрипта доступ ко всей модели памяти и ко всем примитивам виртуальной машины есть. Хоть свой интерпретатор пишите, ради бога, никто не запрещает. Либо пользуйтесь нашей моделью, которая поток вычисления, сужайте ее, или наоборот, преобразуйте во что-то. В отличие от C-Sharp и SQL, в этом решении присутствует такая приятная штука, как откладка от скриптов. То есть сейчас Сергей покажет, вы прямо в отладчике, в IDE, в Visual Studio, можете спокойно отлаживать, понимать, где ошибка. Кто код Киэль серьезные запросы писал, наверное, сейчас поняли, о чем я говорю, потому что там отладки нет, если кто не знает, в обоих решениях. Если вдруг у вас не работает запрос, ну сорян, разбирайтесь как хотите, там вам не покажут, что вот эта часть сработала неправильно. У нас это все можно посмотреть. Ну и, соответственно, через этот механизм мы теперь сами можем взять и расширить все функциональные возможности нашей экспертной составляющей. Мы этого еще пока не сделали, но можем теперь. Ну и, соответственно, я тебя приглашаю, Сергея, руководителя, собственно, группы разработки, которая это все реализовала, и он дальше продолжит доклад, расскажет вам, как это все работает. Всем привет! И, как Вова говорил, самая простая часть этого доклада. Видео у нас должно быть чуть позже. Пока можно вернуть презентацию? Да, спасибо. Значит, что мы сделали, чтобы показать наши результаты? Мы написали очень простой фреймворк для веб-приложения на питоне, состоящий из двух классов, в каждом из которых по методу, и еще двух дополнительных функций на уровне модуля. Да, у нас есть класс для описания входящих реквестов, у которых можно спросить параметр этого запроса, класс ответа, в который можно послать какой-то ответ. Поскольку мы люди умные, мы знаем безопасность, знаем, что надо экранировать HTML, у нас есть для этого соответствующая функция. И последний элемент, который собирает все это воедино, да, это функция, которая задает вам точку входа, что если у вас есть какой-то путь на вашем сервере, как обрабатывать запрос, который туда приходит. Вот. Как описать нам все это на нашем языке скриптовых расширений? Да, соответственно, простой к приложению в таком фреймворке, несколько обработчиков трех запросов. Первый совершенно небезопасный, получает запрос, достает оттуда параметр, отправляет его в ответ, как есть. Да, второй безопасный, получает параметр, фильтрует, отправляет запрос. Третий, чуть-чуть с условием, получает один параметр, в зависимости от условия, выполняет SQL-запрос и отправляет обратно результаты. Вот, соответственно, и в конце все это собирается три разных пути на каждый обработчик этих запросов трех. Соответственно, как это все будет работать? Нужно написать нам два наших класса. Описываем класс нашего запроса, говорим, что у него есть метод с таким названием, что должно происходить при его обработке. Мы должны посмотреть на аргумент, понять имя параметра и вернуть оттуда значение, сказав, что оно пришло из такого-то параметра. Все довольно просто. Вот, второй класс, класс ответа, у которого должен быть метод send. Что мы должны делать в методе send? Мы должны проверить, что оно вообще пришло и можно ли такое отправлять. Для этого у нас специальный VPI, метод detect, которому вы передаете выражение, которое вы хотите проверить. Вот это выражение вообще может содержать вектор атаки, и мы указываем, что на что мы проверяем. Мы проверяем здесь на cross-site scripting и куда это выражение может попасть. Она может попасть в HTML. Соответственно, чуть более сложный элемент, который используются предыдущие два, это связывание воедино точки входа, классов запроса, классов ответа. Когда у нас вызывается такая функция, мы должны что сделать? Мы поняли, что у нас же точка входа, и второй аргумент должны вызвать с определенными параметрами, чтобы он честно проинтерпретировался и нашлись там уязвимости, если они там будут. Соответственно, мы создаем инстансы класса запроса, класса ответа. Говорим нашей машине, что мы начинаем анализировать ножевую точку входа. Можем ей сказать, что у нее определенный путь, если он известен из нашей сигнатуры. И просто честно говорим, что внутри этого дела нужно запустить вот такую функцию с такими аргументами. И самый простенький пример, как мы фильтруем выражение. Если у нас пришел в нашу функцию какое-то выражение, мы помечаем его определенным свойством, говорят, что в этом выражении отфильтрована такая-то грамматика. Если это выражение попадет в тот пример, который у нас был до этого, в наш детектор, то уязвимости с соответствующим контекстом там мы не найдем, у нас не будет фолзовой уязвимости. Вот, соответственно, теперь можешь, пожалуйста, видео. С самого начала можно? Спасибо. Вот, соответственно, у нас есть плагин для WS-кода, который делали наши коллеги. Год назад о нем рассказывали. Вот наше замечательное приложение. Запускаем мы его скан, посмотрим, что получится. Нашли три уязвимости, как и ожидали. Первая по такому пути со значением наших параметров. Вторая с этим самым... с условием. И последняя тоже с условием. Вот, собственно, пример дебагинга. В том же самом WS-коде можем открыть наш скрипт, написать волшебный метод wait-debug, который остановит наше исполнение и дождется, пока мы подключим сюда дебаггером, который тоже очень удобно можем сделать тут же из WS-кода и посмотреть на то, что происходит. Здесь мы поставили breakpoint в детектор, чтобы посмотреть, что вообще туда приходит. Да, мы видим, что у нас приходит там созданный объект, у которого есть отмечено свойство, что он затенченный, то есть он пришел извне. Мы эти объекты создавались там в нашем другом обработчике. Несколько раз в нашем скане у нас три потенциальных вызова. Мы смотрим, что туда приходит. Вот. И в самый последний момент, тоже такой чуть более интересный кейс, у нас туда приходит выражение не просто, а с условием. Там в одном выражении будут две опции. Вот. Одно условие того, что... Та стуку, которая у нас была в эфире, да, и можно посмотреть, что под этим условием выражения у нас здесь тоже точное значение, уязвимость будет. Вот. На этом, собственно, у меня демо заканчивается. Мальчис доклад тоже заканчивается, доклад весь заканчивается. Спасибо за внимание. Вопросы? Да, сейчас, одну секунду можно... Ну, давайте микрофон. Мы будем сейчас выбирать самый лучший вопрос, как я уже сказал, будем поощрять за него, поэтому ждем вопросы. Да, здравствуйте. Меня бы хотелось спросить, я во всем этом докладе не увидел, где у вас правила. Правила и есть, эти вот скрипты, и какие-то скрипты вы поставляете по дефолту, что ли, ну, для поддерживаемых языков? Вот где, короче, правила сидят? Правил, как таковых, нет. Правила остались в SAS V3, мы от них отказались. То есть, вот тот код на C-шарпе, который показывал сейчас Сергей, это и есть код плагина, который, собственно, вот скрипт. Ну, и вы поставляете в своем продукте. Как, кстати, продукт называется? Мы еще не поставляем, я повторю, это в Proof of Concept, да, то есть в релизе этого нет. А как это будет выглядеть, мы часть своей базы знаний однозначно в виде этих скриптов будем отдавать, большую часть даже. И вот как мы недавно на канале обсудили, скорее всего, будет некий репозиторий публичный, где можно будет обмениваться теми или иными плагинами и так далее. Спасибо за вопрос. Ну, сейчас, сейчас, дайте. Спасибо за доклад. Скажите, а если там будет в коде, например, ну вот, кусок, скажем, на SQL, там что-нибудь, ранкейт, датабейс, да, вот он это заметит, анализатор, то есть вставки на других языках, допустим. Это очень хороший вопрос, потому что технически нам ничего не мешает переключать между разными языками анализаторы наши, в принципе, наша архитектура это, в общем-то, позволяет, но сейчас это не реализовано. Собирайтесь. Я очень-очень надеюсь, что вопрос почему не прозвучит. Хорошо, спасибо. Спасибо. Спасибо за доклад. У меня, в общем, вопрос по одному заявлению, которое было там на слайде, что-то в духе «мы выделим экспертизу, выделим экспертизу людей и дадим им, в общем, интерфейс, чтобы они эту экспертизу туда поставляли». И, ну, собственно, вопрос, а что вы под этим подразумевали? И, ну, там, в других решениях экспертиза — это, не знаю, какие-нибудь знания про то, что вот это там источники, это там что-то небезопасное, там, вот. Ну, вот в общем, вещи там, протейнт и прочие истории. А, ну, это как будто бы не совсем там в сторону обсека, который такой, блин, я разобрался в фреймворке, мне надо залогировать свои знания там про критичные места. Вот. Что вы подразумевали? Смотрите, ну, у меня есть прям такой хороший пример замечательный продукт 1С, да, где есть движок, написанный там на плюсах, по-моему, я не помню, на чем-то написан, на каком-то управляемом, неуправляемом языке. Есть, собственно, возможность его конфигурации, да, как это называется, на их вот языке, который раньше только на русском был, потом, слава богу, уже стал и английский, там, по-моему, уже и другие языки нормальные поддерживаются. Вот все, что писали в 1С на вот том языке, проводки всякие, обработчики, там, счета фактур, я не очень хорошо в этой области разбираюсь, это как раз экспертиза была, это делали эксперты, то есть это те, кто в первую очередь понимают предметную область, а уже потом на чем-то там умеют программировать. А вот те, кто писали движок, они на самом деле не эксперты в предметной области, они не бухгалтеры, но они разработчики, поэтому они делали движок. Вот это отчуждение экспертизы, мы в первую очередь делаем для себя, потому что у нас очень хорошие, действительно хорошие, грамотные ребята-хакеры, но у которых скиллы программирования, как бы вот промышленный код, ну как бы они никогда его не писали. И у нас есть отличные разработчики, которые пишут промышленный код, там, высоконагруженный, с экспоненциальной сложностью, алгоритмы оптимизированы по времени при этом, несмотря ни на что, но они не очень в абсеке понимают. Мы хотим эти две истории разделить, чтобы там, где нужно больше абсека, работали ребята, у которых бэкграунд больше абсека, а там, где больше разработки, делали тех, у кого с разработкой проблем нет. То есть да, сейчас все равно надо быть C-Sharp-разработчиком, что там, что там, то есть и чтобы писать наш движок нам, и чтобы там вам писать экспертизу там, для себя в том числе. Но, как я уже сказал, это опытная разработка, сейчас Proof of Concept мы как-то в релиз пустим, а дальше будем пытаться там тот же Python, который собственно традиционным средством скриптования почти всех security инструментов является. Можно короткий вопрос дополнения? Я правильно понимаю, что открыв вот эту функциональность, вы даете пространство для реализации, ну не знаю, в моей команде мы придумали свой DSL, просто мы использовали ваши API, и теперь наши знания могут быть принесены через вот этот интерфейс скриптов, расширенные, и вот, ну в общем, ну вплоть до такого, то есть вы по факту отдаете нам немножечко своей вот этой машины, а мы можем сделать дальше, ну вот, в ту форму, которая нам удобна. Все так, все так, только не немножечко, а почти всю машину мы отдаем. Спасибо. Да, 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 вот там два человека, и, наверное, пока это все, потому что мы по времени уже, а, ну еще время есть, ладно. Привет, спасибо за доклад, у меня ваши идеи откликнулись в сердце, прям полностью согласен. Спасибо. Особенно большое спасибо за отладку, потому что в CodeQL это действительно очень большая проблема отлаживать существующие правила. И вот если я уже сказал про CodeQL, он же силен в чем? В том, что они когда-то сделали свой CTF, как-то они так его назвали, где за короткое время было написано очень много правил, и они, соответственно, это все поощряли. Вот, если вы отдаете свою экспертизу, ну какую-то готовую базу, как было в истории с CodeQL тоже в Open Source, то не планируете ли вы потом быстро накачать дополнительными правилами ваш парсер, соответственно, от сообщества через какие-то конкурсы тоже? Я очень можно скромно отвечу и кратко планирую. Без подробностей пока. Через наше сообщество, да, мы на самом деле планируем, но чуть-чуть попозже, когда это попадет в прот уже, потому что сейчас пока, ну, только если сборки отдавать промежуточные, пока бы не очень хотелось. Но скоро будет? А рядом вот совсем тут был, вот человек руку тянет. А, ну. Да, здравствуйте. Спасибо за доклад. Было очень интересно. Но у меня чисто специфический вопрос по поводу сравнения двух инструментов, которые вы провели. В частности, например, Сингреб. Меня поразило то, что, по вашим словам, например, Сингреб нашел, как негатив-позитив, то есть очень мало находок сделал, что по сути своей, как мне кажется, концептуально не должно быть. Почему? Потому что сам Сингреб построен так, что у него большой комьюнити, у него очень много правил, у него можно подгрузить там по тысячу правил вообще под разные языки в том числе. И, соответственно, в моем понимании, он больше, как генераторов фолдпозитивов больше, чем код КВЛ. Ну, теоретически. И, соответственно, возникает вопрос о при сравнении, которое было приведено, может быть, в том числе в статье я это узнаю, пока не читал, какие правила были использованы? Которые дефолтные, которые там всего 100 штучек, или которые именно полный прям спектр, и именно поэтому он там как-то обнаружил, не обнаружил? Я понял вопрос. Что касается Сингреба, та опасная, единственная опасная узимая функция, которая у нас во всех тестах вот в этом наборе, она там описана была. Я посмотрел. То есть он не осилил именно протянуть из входа на выход. Он знал, что это плохой вход, он знал, что это плохой выход, но он не смог путь построить. А, то есть вы говорили о Сингребе именно как тейнт-анализе, не как сигнатурка, только... Нет, чисто тейнт. А, все, я тебя допонял. Я тогда это не сильно видел. Спасибо за ответ. Так, вот последний вопрос. Можно вот человеку, он тут тоже долго руку тянет, и мы будем выбирать победителя. Здравствуйте, спасибо за вашу презентацию. Я новичок во всей этой теме, и, возможно, мой вопрос прозвучит наивно и отчасти глупо, но вот вы сказали, вы, по сути, всю машину отдаете в руки сторонним разработчикам. А вы не боитесь ситуации целя слон в посудной лавке, когда анализатор понадобится уже для непосредственно самого анализатора? Ну, скажем так, за свою посудную лавку мы спокойны, в принципе, а что произойдет в чужой, ну, да, там можно, конечно, там нужно понимать, чем глубже влезаешь в модель и машину, тем больше нужно понимать, что именно ты делаешь, сделать эти или иные вызовы, но чего-то фатального там натворить точно нельзя, там, не знаю, ничего не взорвется, не сгорит и там никто не пострадает, ну, как бы, это обычная разработка, поэтому тут больше зависит от того, как у нас будет реализована поддержка, документация этого всего, мы эти вопросы еще не прорабатывали, поэтому страха нет, потому, ну, проблемы-то не у нас будут. Вот, спасибо. Так, Сергей, тебе какой вопрос больше понравился? Ну, надо. Ну, мне вот этого человека большой вопрос приглянул. Тебе тоже, да? Может, в двум? Не, у нас есть где-то. Не, ну, один вот, а второй-то да ты выбирай. В смысле у нас один, нет? Ну, мы можем два, нас двое. Давайте, когда последний слонав после мулара. Да. Итак, вот ваш вопрос и вопрос про слонав в посудной лавке прошу вот к нашим ребятам там назад, они там призывы дадут. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует...